добрый день дорогие друзья братья и сестры это видео с моими размышлениями для тех кто считает себя чтущими бога для тех кто ожидает его пришествия для тех кто ищет и молится о том чтобы бог искоренил всякую всякое зло всякую темноту всякую ересь которая присутствует в их сердце все то что еще не открыл нам господь о нас самих и о тех искажениях которые мы впитали с молоком матери которые к нам пришли из мира в котором мы жили так долго лет до того как бог нас там нашел я не учитель я ваша сестра которой бог открыл определенную весть которую он открыл еще раньше одной нашей сестре или не вальд как жаль что люди и братья и сестры не читают дух пророчества но обо всем по порядку занимаясь детьми уроками музыки мы говорили о древней музыке древних цивилизаций мы говорили о древней греции и о религиозных культах которые были присущи тем векам и тем народа и насколько музыка была связана с этими религиозными культами и господь открыл интересную вещь что оказывается древним грекам было свойственно праздновать дни рождения и юбилейные даты именно они уделяли этому особое внимание но свои дни рождения они воздавали честь и хвалу богам как вы знаете может быть что богов там очень много целый пантеон которые собирались на олимпе и каждый человек в зависимости от того каким ремеслом он занимался какого пола имел того или иного бога в покровительстве так вот в свой день рождения этот человек женщина ли то ребенок мужчина подросток они шли в храм своего башка и приносили возлияние и бескровные жертвы за то что бог их привел в этот мир за то что бог их родил за то что бог их хранил казалось бы язычники но мне знаете стало очень стыдно что мы христиане своем отступление переплюнули даже язычника давайте зададим себе вопрос в мой день рождения кому дарят подарки богу или мне в мой день рождения кто в центре внимания христос или я в день рождения моего ребенка кто сидит главный за столом иисус или мой ребенок знаете этот вопрос господь начал мне открывать еще три года назад когда я задавалась вопросом но я размышляла примерно так за что собственно мне дарить подарки в мой день рождения как я могла приложить свою руку или свое участие к этому но скажите я могла ли я поучаствовать в своем зачатии никак это дело бога и моих родителей но это я могла бы получиться совершенно другая или не родиться совсем или родиться с другими особенностями тела если бы не бог написано твои руки соткали меня во чреве матери говорил давид и он это понимал прекрасно так разве участвовала в процессе своего творения зачатия никак может быть я участвовала в том что я помогала маме моей рожать меня и как я крутилась и вертелась да еще и вставала поперек чтобы как можно усугубить маме рождение меня чтобы это было наиболее тяжело и трудно и моя мама она мучилась со мной когда меня рожала может быть я помогала маме что я была тихим ребенком и спокойным и давала ей поспать после работы когда она одна воспитывала двоих детей никак нет я делала все возможное чтобы привлечь внимание к своей маленькой эгоистичной персоне так скажите за что же мне дарить подарки на мой день рождения разве я что-то заслужила и когда я таким образом размышляла я поняла что единственные личности которые имеют право на подарки это мои родители и конечно же господь который меня сотворил который непосредственно участвовал в этом самый главный который меня задумал который привел меня именно в ту семью в ту страну и в то время в которое мне нужно было родиться и я начала дарить подарки сначала своей маме когда она еще была жива на каждый свой день рождения я дарила подарки своей маме и благодарила ее за то что она в муках меня родила что она меня выхаживала воспитывала и так долго меня терпела пока господь меня не нашел но богу я не дарила подарка я благодарила его и вот сейчас буквально неделю назад когда я готовила для детей это занятие по музыке бог снова постучал мое сердце и вы знаете когда я пошла в дух пророчества я очень много нашла там текстов подтверждающих те мысли которые бог три года развивал во мне то что нас ведет один дух я убедилась еще когда поделилась вот этими откровениями с братьями и сестрами в одной группе сестра говорит надо же а я вот тоже сняла видео про день рождения я скажу что я не смотрела это видео и специально не стала смотреть чтобы потом когда я запишу вот это увидеть что нас действительно ведет один дух я в этом уверена и это весть от господа для всех нас для вас мои дорогие братья и сестры в тот день когда бог особым образом обличил меня в грехе воровства да да именно воровства потому что я присваивала себе славу бога когда принимала почести и поздравления от моих друзей от братьев и сестер и присваивала себе деньги и подарки которые принадлежали по праву только одному господу я покаялась грехе воровства и я хотела бы сказать словами духа пророческого сейчас я хочу с вами поделиться вот этими текстами советы по управлению ресурсами следуя сатанинским замыслом смотрите замыслы сатаны охватывает много очень много аспектов наши дни рождения юбилеи рождественские праздники и дни благодарения часто способствуют реализации эгоистических интересов в то время когда разум должен быть направлен к милости и благости господа он огорчен тем что на этих праздниках его доброта его постоянная забота его бесконечная любовь не находится в центре внимания советы для церкви дни рождения время восхвалить бога согласно иудейской религиозной системе при рождении детей совершалось приношение богу по его предписанию смотрите приношение богу в наше время мы видим что родители прилагают особые усилия чтобы сделать своим детям подарки ко дню рождения они используют эту возможность чтобы почтить детей как будто люди достойны почестей сатана преследует свою цель в этом деле он направляет помыслы и дары которые делаются людьми в другое русло чтобы дети думали о себе будто они достойны особого благоволения что же делать нам тогда с детьми и с подарками для детей и вообще как нам приучают тогда детей в их день рождения когда они уже привыкли а вы почитайте пожалуйста дальше эту главу сами а мне хотелось бы здесь еще вот советую по управлению ресурса есть целая глава днях рождения и праздника советы по работе субботней школы пожертвования для дня рождения родители в этом дне видят повод для чествования ребенка как будто смертным подобают почести в этих вещах сатана добился своего он заставил человеческих существ сосредоточить внимание на них самих и их же он сделал получателями даров в результате и помыслы детей направлены на себя как если бы само собой разумелось что они являются объектами особого благорасположения то что в виде пожертвования должно возвращаться богу и использоваться для благословения нуждающихся и распространения света истины во всем мире идет не по назначению и зачастую приносит больше вреда чем добра способствуя росту тщеславия гордыни и самомнении и дальше здесь указывается о том что нужно делать как беседовать с отцом и я хотела бы сказать словами елена вайт и это мое окончательное решение братья и сестры после того как я покаялась в этом грехе я говорю своей семье и своим друзьям я говорю вам братья и сестры открыто что не хочу чтобы кто-нибудь делал мне подарки в дни рождения или на рождество если мне не позволят передать это сокровищницу божию чтобы употребить для создания неси я не хочу чтоб не делали подарки которые я не смогу полностью отдать богу будьте благословенны и пусть господь нас благословит и откроет нам еще больше истины и своего цвета аминь